Слава Богу! Сегодня кто внимательный, то Бог обращается к нашим сердцам, говорит. И дай Бог нам действительно так это слово принять близко к сердцу и выполнить, поступить, так как сегодня было сказано. Чтобы не быть неразумными, чтобы быть в числе мудрых, так же, чтобы как тот Гедеон, да, некоторые люди, мне понравилась мысль, что некоторые люди думают, о, там капище разрушено, или там то разрушено, бывает такое в церкви услышишь, о, там то не так, то не так. А ты, говорит, встань и иди с этой силой и делай дело Божье. И Бог благословит. Сначала были проблемы, сложности, а потом в конце мы знаем эту историю Гедеона, как она закончилась. С небольшими силами, 300 людей, да, с небольшими силами, такое полчаще победили. И это была слава Богу. Я хотел бы поделиться местом из Писания. Хорошо вы все его знаете, кто читает Библию. Книга пророка Езекииля. Книга пророка Езекииля, 47 глава. Давайте мы с первого стиха по шестой прочитаем. Книга пророка Езекииля, 47 глава, с первого стиха. Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня с северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей. И повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня, и повел меня, и по воде воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти. Потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. Вы знаете, я, мне близко этот немножко пример, потому что, ну, прообраз такой, потому что, ну, меня как в детстве отец плавать научил, так я не люблю плавать, когда мелко. Вот не люблю. Нет, подавай глубину, подавай, я даже в шторм бывало так, что и плавал. Ну, у меня вот с детства как-то так оно, что плавать, плавать в большом таком потоке. Это для меня родная стихия. Но также я вот бывал на, кто бывал, может купался хоть раз на Киевском водохранилище, то можно вот пример это тоже там применить. Я помню, с той стороны, со стороны Сухолучча, со стороны, с другой стороны Дамбы. Там же русло Днепра было, а потом затопили там рядом, когда нам нужно было сделать это водохранилище, затопили там села. Там даже в некоторых местах есть дома, вот так вот, крыша домов. Но когда туда идешь, когда ты там купаешь, ну, идешь купаться туда, то ты вот как вот здесь написано, идешь, 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 и думаешь, когда уже будет та глубина. И точно так, как тут, тысячу шагов прошел там по пояс, тысячу по колено, потом по пояс, вот так вот, кто там купался, я вот думаю, вот пример этот знакомый. Но я хочу сказать, что через вот этот отрывок, место из Писания, через вот это введение, этот прообраз, то, что в Ветхом Завете написано, написано как образы для нас, да? Что Дух Святой показывает нам путь, путь, угодный Богу для человека, который является Детем Божьим. И человек, который хочет действительно в жизни быть вот тем светильником, светящим и горящим, которого не ставят по сосуду, а ставят в доме, чтобы всем светил. Или как город, который был на вершине горы. И поэтому в этом отрывке Господь описывает различную степень погруженности. Вот сначала по лодыжку, потом, я смотрю, так вот, думаю, в Новом Завете есть такой пример, тут тоже четыре состояния. Четыре состояния, по лодыжку, по колено, по пояс и плыть. А вот в Новом Завете есть там четыре, помните, тоже состояния. Дети, отроки, юноши и отцы. Ну, это так, может быть так, для того, чтобы еще больше поразмышлять, но я не об этом сегодня хотел сказать. И Господь хочет, чтобы действительно мы больше и больше погружались в Него, как вот в Дух Святой погружались в Его славу. Погружались, причем не делали это, знаете, на одном собрании только и все. А чтобы это было постоянное такое состояние. Вот тысячу локтей, да, вот это состояние. Иногда нелегко, иногда кажется, то что я там буду идти. Но пройти и дальше будет еще лучше, дальше будет еще глубже, дальше будет еще благословений. Но надо эти тысячу локтей пройти. Стать сначала по лодыжку войти, а потом дальше идти, 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 несмотря на то, что кажется, что ну когда же уже эта по лодыжку закончится. Ну, придет время, Бог знает, это время, там определенная мера, тысячу локтей. И также и мы, чтобы с каждым разом мы не просто останавливались на одном месте, а в своем развитии, христианстве, а чтобы мы все больше и больше посвящали свою жизнь Господу. Посвящали свои, и чтобы наше мышление, образ мышления с каждым разом, помните, написано, преобразуйте с обновлением ума вашего. Чтобы и мышление наше, оно менялось в соответствии со словом Господа, с каждым разом. Чтобы, как вот сказал Иисус, я и Отец одно, так и мы со Словом Божьим уже были тоже одно. И мысли такие, думать в этом направлении, и цели в жизни такие, и результат конечный тоже. Поэтому и также эта решимость исполнять волю каждый день, а не только по воскресенье. Каждый день, Господи, каждый день эти тысячу локтей надо пройти, дальше будет лучше. Дальше будет больше погружения в эту благодать Божию, дальше будет еще больше, но нужно пройти. И я хотел бы так посмотреть для нас вот эти вот четыре состояния. Вы знаете, есть еще одно состояние. Кто-то может подумать, что по лодыжку, ну это самое такое состояние, не совсем, знаете, такое хорошее. Но есть еще хуже состояние. Когда, знаете, люди стоят на берегу и смотрят на тех, которые пошли уже по лодыжку. Наблюдают так сдалека. Есть такое, я тоже замечал, в таком, в обычном мире, да, то просто стоят на берегу, ты там иди, а мы посмотрим. И вы знаете, вот это по лодыжку состояние, оно, ну, демонстрирует такое, знаете, ну, больше такое, больше эмоциональное такое, может быть, неглубокое, непостоянное что-то, без, может, таких лишних откровений. Но, тем не менее, не все верующие даже имеют и такое приближение. И такое приближение. Как я уже сказал, что некоторые стоят на берегу, на сухом песке и смотрят на этих людей и еще там, ну, что там ты себе там возомнил или что-то там подумал себе. Но те, которые стоят на берегу, они в худшем состоянии. Но те, которые уже пошли в этот поток, хотя и по лодыжку, да, то... А есть люди, которые состоят со стороны, вот я так тоже, со стороны только наблюдаю. Вот кто-то рассказывает свелиство, кто-то делится впечатлением, кто-то делится откровением, кто-то переживает жизнь с Богом, а кто-то просто со стороны слушает свелиство, ну, молодец, брат, хорошо все, и сам себе на своей волне. Вот так бывает, так бывает. Но Бог призывает сегодня каждого из нас, чтобы мы с каждым разом все больше и больше погружались в Него. Погружались в Него. И я думаю, каждому из нас, как христианину, нужно необходимо просто, необходимо просто входить, приближаться и входить в этот поток. И не просто входить в этот поток, а еще и идти, идти, идти и дальше. Идти дальше. В начале по лодыжку, знаете, даже если ты вступил на этот путь по лодыжку, то уже у тебя в жизни будут большие перемены, чем по отношению к тем людям, которые стоят на берегу. Ну, это так образно говоря. Уже будут большие перемены. И те, которые стали детьми Божьими, которые родились от Духа Божьего, то уже большие перемены, чем просто религиозные люди, чем просто какие-то люди со стороны, уже большие перемены. Но вы знаете, как вот бывает в жару, когда очень жарко, хочется пить или какая-то вот такая жара, и ты где-то вот приходишь и в холодную, где-то в прохладную воду ноги так раз и погрузил. Тут приятное такое бывает, именно в жару, когда такое приятное бывает ощущение. Так и в духовном, когда Дух Святой прикасается к каждому из нас, когда мы чувствуем Его прикосновение, то приходит, знаете, такое утешение от Духа Божьего, приходит облегчение. Я вот недавно немножко поделюсь, были такие переживания у меня дома, ну материальные, скажем так, не сильно духовные, материальные. Там что-то разбило, что-то упало, и то, и то. И я так немножко думаю, и там надо деньги снова тратить на что-то, и там. И так, ну вроде почитал слово, заснул. Ну в таком, знаете, состоянии, расстроенном чуть-чуть. Снится мне сон. И интересный такой сон, что я на собрании, и на этом собрании много людей, и там ходит, ну там как проповедь и все, и пророк ходит по залу. Ну когда уже началась молитва, и подходит ко мне, так говорит Господь. Раз. И мне настолько это, ну то, что сказал он мне, вот то слово, настолько принесло утешение и утверждение, я как проснулся, как заново родился. Знаете, в таком ободрении, на подъеме до сих пор даже чувствую вот это такое прикосновение, что Бог так ободрил. И сказал то слово, которое мне было необходимо. Поэтому действительно вот есть вот это вот облегчение, утешение в молитвах. Но, к сожалению, бывает так, вот это состояние по лодыжку, бывает так, что это состояние такое больше, ну скажем, потребительское. Только мне, только вот сейчас, только вот чтобы мне было хорошо. И все. Не то, чтобы кому-то, не то, чтобы послужить, не то, чтобы, это уже духовный уровень, духовный рост. Но только чтобы мне. Знаете, когда приходят какие-то, ну скажем, трудности в жизни, трудности в жизни, да, то, ну, мы приходим к Богу, мы нуждаемся, мы плачем, мы переживаем, потому что пришли трудности. Только трудности заканчиваются, живем уже как получится. Уже как получится. Не тогда вот так и посты берем, и молитвы, и все. Неужели Богу надо, чтобы в нашу жизнь постоянно приходили какие-то трудности? С одной стороны, Бог так иногда и допускает нашу жизнь, но Он хочет, чтобы мы сами шли, чтобы мы сами духовно возрастали, чтобы мы сами стремились входить в этот поток, и не только для себя, но еще для того, чтобы возрасти, чтобы мы могли послужить другим людям. Другим людям. И когда по лодыжку, то, вот кто заходил по лодыжку, то движения по лодыжку, они не совсем такие, знаете, скованные еще. Ты можешь там где-то и пробежаться, где-то туда, вправо, влево. Ну, скажем так, уровень воды позволяет тебе в сторону, а в одну в другую сторону. Так, ну, направо, налево, мало ограничены, беспрепятны. Так же и в духовном мире, когда Бога мало в нашей жизни, Бога мало в нашей жизни, то мы не чувствуем, знаете, так вот, если можно сказать, ну, не то чтобы, может, правильно, неправильно, его сопротивление такого. Вы знаете, что мы где-то, вот когда поражаемся больше в Бога, больше в Духа Святого, то у нас движение, нас становится меньше, а уже этот поток, он становится больше действием в нашей жизни, этот поток. А тут такая свободная еще, знаете, человек может туда, человек может сюда, то есть, ну, такое неглубокое. Мы живем так, как нам комфортно, так, как нам нравится, так, как нам привычно. Хочешь вправо, хочешь влево и так дальше. Но Бог желает, чтобы мы шли на глубину, чтобы мы погружались в эту глубину отношений с Ним. Все дальше, все глубже и все, знаете, теснее. Второе состояние такое, тут погружение, тут дальше и шел, отмерил эти тысячи локтей, шагов, наверное, если так сравнить по расстоянию, да. И дальше по колено, по колено. Чем больше мы погружаемся в воду, тем больше мы ощущаем ограничение в движении, правда же? Вот по лодыжку еще можно, а попробуй по колено, уже сложнее. Уже где-то чувствуешь какой-то, что-то немножко, какой-то дискомфорт, чтобы где-то вправо-влево так резко где-то побежать. Так, когда мы погружаемся в Бога, погружаемся в Него, то Он по-хорошему нас где-то ограничивает. Потому что Его воля, она благая, угодная и совершенная. А мы бывают по своим, вот как сегодня было сказано, разумные, неразумные. Мы бывают по своим таким, знаете, хочу туда, хочу сюда, попадаем часто в просаг. Попадаем и потом, Господи, ну что ж такое? А когда мы в Боге, то Бог направляет. Вот этот поток уже, Он нас направляет, Он нас ведет. И чем больше мы проживаем, тем больше мы пребываем в границах воли Божьей в нашей жизни. И это, знаете, это большое благословение. Это не ограничение такое, знаете, что там то нельзя, а это большее благословение, чтобы и нам ощутить вот это благословение в духовной жизни, не только в духовной, во всех сферах нашей жизни. И это тот уровень, когда, знаете, уже начинаешь больше учиться ходить верою, не видением то, что ты видишь, там на мелкоте там все видно, там даже эти мальки или еще что-то, но видно все. А уже больше верою, больше, так как, знаете, вперед идти, больше верою. И открывается больше, начинаешь слышать где-то голос Божий, начинаешь где-то слышать Бога, получать откровение пока только для себя, где-то откровение Божье. Открывается возможность для служения, для труда. А берег все дальше, берег все дальше, тысячу локтей, это ну не такое, уже и маленькое расстояние, да. Берег все дальше, житейская суета, все дальше, как сегодня было сказано. Знаете, бессмысленные какие-то наши какие-то попытки существования дальше, все дальше, уходят все дальше, а ты все больше и больше сосредотачиваешься на духовной жизни. На жизни с Богом. И бывают в нашей жизни, в жизни верующего разные периоды. Бывают кризисы, бывают трудности, да. Приходит, знаете, такая, ну просто даже усталость. Ну бывает же, так. Мы от этого не застрахованы. Бывает усталость. Хочется иногда выйти на тот берег. Хочется обратно. Но есть такое место, взявшись за плух, не оборачивайся, что. Ну да, хочется. Да, ну что там уже, так, не так-то просто, потому что написано, что путь вестянина, он узкий. Он узкий, он благословенный. И конечный результат, он очень благословенный. Но он где-то вот по этой житейской тропе, он узкий. Потому что и плоть восстает, потому что и враг души леской восстает, потому что и образ этого мира свои какие-то пытаются навязать нам приоритеты. И ты где-то пытаешься идти. И иногда хочется, ну что, может расслабиться уже, может быть, слушать, вернуться обратно, там хорошо, куда хочу туда и пойду, хочу туда, как сегодня было сказано, да, хочу сюда и как-то проще. Но оно не проще, оно потом в конечном итоге приводит к плачевным результатам, к плачевным результатам. Поэтому, когда Дух Святой начинает говорить, да, и опять же таки в распоряжении эти тысячи локтей, их надо пройти. Вот это по колено, тысячу локтей, их надо пройти. Пройти отмеренных ангелом, пройти нашей жизни. И Дух Святой, Он будет вести свою работу, будет больше и больше наполнять нас радостью, больше и больше наполнять своей любовью, больше и больше где-то показывать наше состояние, чтобы мы больше исправлялись и становились более похожими на Иисуса Христа. И дальше, после этих тысячи локтей, их надо пройти, не избавлять оборотов, не идти назад, а идти вперед. И дальше уже погружение по пояс. Следующий этап – погружение по пояс. И когда заходишь в воду по пояс, то, ну, еще, во-первых, еще больше ограничено где-то движение, уже еще больше. Уже так, ну, вообще, может быть, даже побежать трудно. Но и где-то ты уже, вот когда этот поток особенно, да, то ты где-то уже и не видишь того и дна. Дно, уже где-то на этом уровне, где-то уже начинаешь меньше его видеть того и дно, куда ступает нога. Куда ступает нога. И где-то ты уже так на ощупь, как вот, знаете, верою, уже есть опыт по колено. Дальше снова верою, мы живем верою, а не видением. И дальше вперед, и дальше шаг за шагом, по чуть-чуть, не спеша, но вперед, но вперед, но вперед. И на глубине уже на такой, я думаю, мы больше получаем откровения не только для себя, не только для себя, но и для других людей. И мы можем уже этим служить, этим служить. Я вот этот сон рассказывал, в этом сне там был еще один брат. И к нему тоже так слово было, сделай то и сделай это. Я думал еще звонить, не звонить, позвонил, а у него точно вот решение вопроса какое-то. Там было сказано, как сделать. Я ему передал слово, все, вот так и так было, ну, там сказано. И все, вот четко я чувствовал, что это действительно было от Бога. Я ему сказал, передал, и он поблагодарил Бога. И уже когда больше на такой глубине, знаете, помышления уже сводятся к тому, ничего хочу я, а чего хочет Бог. Чего хочет Бог. Наши помышления, потому что написано в Писании, что плотские помышления, они что, ведут к смерти. А духовные, и чем больше мы духовные, чем больше о духовном, чем больше о горнем, то жизнь и мир. И написано в Писании, в Колоссянам 3 глава 1 стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Я думаю, что когда человек уже обновленный, когда человек еще больше он в Боге, чем глубже он в Боге, то вот если, допустим, какая-то там молитва или что-то еще, да, он не может не пойти на ту молитву, потому что он устал или какие-то другие плоские причины, по плоским причинам. А я думаю, вот такой человек, он будет стремиться. Вот есть такое состояние, возрадовался, когда сказали мне, пойдем в Дом Господен. «А, ну опять на это собрание, опять надо идти». Не, возрадовался, потому что, Господи, я укрепляюсь, я получаю для себя благодать, и дальше могу кому-то послужить, кого-то благословить. И плоть где-то уже становится меньше, все меньше, а поступать становится все больше по духу, по духу, и силы обновляются, и Господь способность дает идти дальше, написано, не меру, и Бог дает и Духа Святого, и благодать свою. Но опять-таки эти тысячи локтей надо пройти, надо пройти. Не все сразу так бывает, что вот, вот, сейчас, как один брат говорил, я жду, лежит на диване, смотрит телевизор, я там, ну он сейчас уже, к сожалению, не в церкви, но я как-то пришел, говорю, что ты делаешь? Он говорит, я жду, пока меня там сила Божья окутает, подбросит, подкинет, я побежу, буду служить. Я говорю, ну ты где-то точно осмотрелся каких-то там про супергероев, там, фильмов или что-то еще, говорю, так надо труд приложить, надо приложить старание, да, усердие, в усердии не ослабевайте, приложи к всему все, прилагай к всему все старание. И так дальше мы много можем найти мест. И эти тысячи локтей надо пройти. А дальше, дальше, тысячу локтей прошел, и дальше четвертое такое состояние погружения в поток, которым нужно плыть. Уже ты берег совсем далеко, где-то уже не видишь того берега, это тысячу, 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 попробуй, да, уже где-то берег далеко, уже и под ногами где-то и дна не чувствуешь, уже плывешь в этом потоке Божьей благодати. И если постоянно, знаете, с постоянством, целенаправленно взять себя за цель, как апостол Павел, стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе, постоянстве, целенаправленно следовать за Богом, вот так вот локоть за локтем, локоть за локтем, как вот мы здесь говорим, да, читаем, то Бог ведет нас в свой поток. Придет время, ведет нас в свой поток, в котором невозможно будет ходить. Невозможно будет ходить, а только плыть, только плыть. И когда мы полностью отдадимся вот этому потоку Духа Божьего в нашей жизни. И тогда, как уже апостол Павел, он достиг такого состояния, он писал так, уже не я живу, а живет во мне Христос. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Мы видим по Писанию, что Иисус Христос, он действовал через Павла, он исцелял через Павла, он совершал свою работу через Павла, через апостола Павла распространял царство Божие на этой земле. Настолько он был в этом потоке Божьем, настолько Божье действие, сила была в его жизни. И я хочу сказать, что это не только апостол Павел, я верю, что Господь хочет сегодня употреблять каждого из нас. Абсолютно каждого, кто сидит на этом месте. Бог хочет, кто есть Дитё Божье, Бог хочет употреблять для Своей славы. Хочет употреблять. Вопрос заключается в том, насколько мы этого хотим. Может, кого-то устраивает на бережку, может, кого-то русская поплюскаться там где-то по лодыжку, или там только зайти по колено, ну и всё. И больше ничего, и развернулся, и пошел, еще хуже, когда развернулся, и пошел в обратную сторону. Но если мы готовы посвятить, это определенное посвящение, если мы готовы посвятить свою жизнь Господу, идти дальше, и это не только посвящение, но еще и доверие, и довериться Ему, довериться Ему в своей жизни, то я верю, что Господь, Он будет употреблять еще больше, Бог будет больше взращивать, давать свои откровения и наполнять нашу жизнь все более и более своей благодатью. И зависит от нас, какое место мы выберем, какое место кому-то комфортно так, кому-то так, а кто-то не успокаивается. Господи, я хочу все дальше, все глубже. Меня не устраивает такое, хотя и так уже видишь, что у Него благословение так со стороны, но Него не устраивает, Он хочет все больше, Он хочет все глубже, Он хочет еще познать Господа, еще быть с Ним, еще, чтобы Слово Божие открывалось, еще, Господи, волю Твою узнать. Как, помните, Моисей, не дела Твои, а пути Твои, Господи, сердце Твое, как Давид, дальше, Господи, и исполнять волю Твою, как послужил изволению Божьему. Давид или же тот же Моисей, Иисус Христос в полноте, Он исполнил волю Божью в своей жизни. Но мы видим, как Он трудился, как Он молился, как Он искал воли Отца. Хотя, Он говорит, я с одной, но тем не менее, Он и молился перед самыми такими моментами, и днем, и ночью. И говорит, я от себя ничего не творю. Вижу Отца впереди и делаю. Я думаю, Господи, как бы нам такого состояния достичь, чтобы видеть Отца впереди Творящего и идти за Ним. Не от себя, не от себя какую-то, не так мне нравится, не так мне хочется, а Господи, как Ты. Что повелишь мне делать, как Ты. Но Бог никого не заставляет. Что самое интересное, Бог никого вот так вот за шкирхи не будет вести в тот поток. Хочешь? Пожалуйста, иди. Вот, отмерил ангел, иди. И будет благословение Божие. И в Писании мы видим много примеров, в Писании, в истории, возможно, где-то в современности нашей. Мы видим примеры, когда люди посвящали свою жизнь Иисусу Христу. Посвящали полностью без остатка и шли до конца. И в жизни которых реально действовала Божья благодать, действовал Господь и сила, и так дальше, и так дальше. И хочу сказать, что сегодня это слово, оно и меня в первую очередь побуждает. Каждого из нас, Господи, дай нам, Боже, не останавливаться, дай нам не успокаиваться, дай нам, Господи, как сегодня было сказано, быть мудрыми, как сегодня было сказано, чтобы идти и что-то делать, иди с этой силой Твоей что-то делать, вспомнить о тех всех моментах, о тех чудесах, и идти и делать, идти совершать, но не стоять на месте, не лежать на том бережку, в той сухости, в том зное, в том таком состоянии не очень хорошем, а идти и плыть в потоке Божьей благодати. Пускай нас Бог в этом каждого благословит, в меня в первую очередь и каждого из нас. Давайте мы об этом помолимся. Пускай Бог благословит нашу церковь. Субтитры создавал DimaTorzok